Эстонское телевидение. Вопрос к господину Путину. Какие территориальные требования у Эстонии есть? Как я знаю, их нет. Так что о чем вы говорите? И другой вопрос. Почему у вас так тяжело сказать, извините за оккупацией? Потому что если вы сказали бы, мы могли бы очень легко вместе жить. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Он очень кстати. Что касается... Начну с последнего. Вы так хорошо говорите по-русски, что уверен и читаете не хуже. Возьмите, пожалуйста, постановление Съезда народных депутатов 1989 года, где чёрным по белому написано. Съезд народных депутатов осуждает пакт Молотова-Риббентропа и считает его юридически несостоятельным. Он не отражал мнение советского народа, а является личным делом Сталина и Гитлера. Что ещё можно сказать более точно и ясно по этому вопросу? Или вы хотите, чтобы мы делали это каждый год? Что ещё нужно сказать, как вы считаете? Мы считаем, что этот вопрос закрыт. Всё. Возвращаться к этому больше не будем. Сказали один раз – достаточно. Теперь по поводу оккупации. Значит, я полагаю, что в 1918 году в результате Брестского мира состоялся сговор между Германией и Россией. И Россия передала часть своих территорий под контроль Германии фактически. С этого началась эстонская сегодняшняя государственность. А в 1939 году состоялся другой сговор между Россией и Германией. И Германия возвратила назад Россию эти территории. В 1939 году они вошли в состав Советского Союза. Хорошо это было или плохо? Сейчас не будем говорить об этом. Это история. Я думаю, что это был опять сговор, разменные монеты, в котором были малые государства и малые народы. К сожалению, таковы были реалии той жизни. Так же, как и реалии колониального прошлого европейских стран. Так же, как и использование рабского труда в Соединённых Штатах. Ну что же мы теперь каждый день будем позволять мёртвым хватать нас за рукава и мешать идти вперёд? Значит, если в 1939 году прибалтийские страны вошли в состав Советского Союза, то в 1941 Советский Союз не мог их оккупировать, потому что они были его частью. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пива много пил в свободное время, но всё-таки кое-что помню ещё с этого. Понимаете? Кое-что ещё у меня в голове осталось. У нас были хорошие преподаватели. Значит, вот это по этому вопросу. Второй вопрос, связанный с урегулированием пограничных ситуаций с Эстонией. У нас нет проблем с Эстонией, слава богу. Я ещё работая в Ленинграде и Петербурге, вёл переговоры от имени российского правительства, принимал участие в этих переговорах с эстонской стороной. Тогда были вопросы подобного характера, и вы, наверное, о них помните. К чести эстонских партнёров надо сказать, что они заняли прагматическую позицию в своих национальных интересах. Мы сейчас вышли с ними на подписание этих документов. Мы готовы это сделать, несмотря на то, что ваше руководство приняло ошибочное, на мой взгляд, решение не приехать 9 мая в Москву. Думаю, что это была ошибка, но это дело эстонской стороны. Мы не будем даже по этому основанию портить отношения и нагнетать ситуацию. Я дал указание Министерству на основных дел подписать с Эстонией этот договор. Что касается других вопросов территориального характера, то такие вопросы есть с Латвией, которая, по сути, поставила вопрос о передаче импоталовского района Псковской области со ссылкой на договор 1920 года. Латвия готова, как они заявили нам, подписать с нами договор о границе, но в текст этого договора о границе хотят включить оговорку и ссылку на договор 1920 года, по которому Псковский район относится к территории Латвии. Вы знаете, в результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать всё делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик бывшего Советского Союза и так далее? Давайте Клайпеду вернём нам тогда. Давайте сейчас начнём всё делить в Европе. Вы этого хотите? Ведь нет, наверное. Мы призываем латышских политиков прекратить заниматься политической демагогией, а перейти к конструктивной работе. Продолжение следует...